мини-мамочка пока вот этот дом на углу если не ошибаюсь он тоже был весь в декорации ну а нет прямо дом тот был в декорации очень сильно был помню декораций вот этот угол пятачок он прям был вообще помню такой яркий вот этот дом с елками тоже украсят и в этом уверен да вот этот на углу был прям вот этот пятачок и пятачок следующий вот этот пятачок видите я вам показывался не ошибаюсь или не показывал я показывал мы со стороны шли мы его видели это 84 стрит и 11 авеню этот начали уже что-то начали вешать какие-то игрушки хочет пятачок и встречи пятачок и вот вниз один и вот туда и сюда в эти стороны все будет украшено почти каждом будет украшенный так начнем пока дальше прямо ведь они уже начинают тут он дом уже начали он виноват висит на все здание вот ведь они уже начинают потихоньку их потихоньку здесь примите статую статуи с крыльями короче прям сам по себе водите уже игрушки повесили типа эти подсульки висеть вниз будут не не здесь еще будет айайай просто еще рановато немножко еще немножко рановато видит весь дом это все один огромный дом он просто огромный это не тот еще дом который создавал тетор очень популярный известный он тоже видите еще будет еще будешь пока курочка стоит уже виднеются крыши посадить реально вот еще даже с хлыны не поубирали некоторые декорации вот видите лестница вот вешают они еще игру еще немножко рановато очень нужно недель кого-то реально неделька и уже будет гораздо больше так пока перехожу на другую сторону покажу вам здесь два дома этих шикарный ой кусок упал ой что он так свешивает так здесь пока еще не особо пока пока идет процесс и думаю еще будет так ребята не отвечаю на сообщение виталий привет извиняюсь не отвечаю немножко увлекаюсь такого года восемьдесят девятого года я да ребята подписывайтесь мастерами подписывайтесь я художник у меня много разных работ рисую творческий человек показываю нью-йорк блин это прям вообще это это не это шедевр это шедевр дом еще белый ну из белого там ко мне наверное сделан ну вот бусты и скорее всего вот буст тоже может украшать привезли до мексиканцы украшают ребята подписывайтесь смотрите ставьте лайки пишите комментарии спасибо за розочку вот ажар спасибо стараюсь вам показывать что-то прикольное после нового года буду придумывать уже какие-то боли и до нового года типа может с каким-то информацией стримы тоже хочется знаете немножко интереснее еще делать ну сами понимаете с каждой неделе реально есть идеи и уже больше больше опыта о корее привет когда-нибудь я побываю в южной корее когда-нибудь это случится я в этом мечта реально волды марс спасибо за сердечко ну и вот сейчас я отойду вам сниму этот дом счастье отойду когда-то просто много машин они пробку создали здесь свои декорации вы видите целый бус с летницами машины легковую поставили чтобы не мешало им нужно заметили лестницу поэтому здесь целый процесс это не так просто все это украсить это нужно времени работы средств потратить на это вообще капец они просто заставили все это просто не прям прям каждую ветку обвешивают ребята каждую ветку смотрите я не знаю мне кажется он работает в магазине игрушек серьезно я вам говорю он просто фанат он фанат солдатиков и иисусиков он ведь и сколько целая армия иисусов реально у солдатиков больше солдатиков прям реально огромная армия ребята просто армия даже машины тормозят вот видите просто показывают рукой типу иисусом как вам да сильно это я считаю сильно это прям очень сильно просто блин капец главное всего один суток лавоса и длин сеговичок а фанат солдатиков они 20 в 2 санты там нашел это ребята это только работа этих ребят это стоить будет на полтора косаря и там такое ощущение что проход перевод там еще какие-то приколы для детей возможно будут даже бесплатно и не знаю может ну хозяева дома так делают такая вся декорация вообще будет стоить десятку и 20 долларов мне говорили что здесь до паутинника могут доходить цены но это декорации плюс работа установить уже эти люди устанавливают два-три дня и устанавливает один главный американец ну и 34 мексиканцев надо дать всем зарплату мексиканцу каждому дать по долларов 200 что он лазит на дереве ночью может жить больше за это то есть там тут только 1000 долларов уйдет им за один день за работу они же на машине приехали привезли с собой инструмент лестница о данил ты здесь как там кстати у тебя по работе честно могут со света не пропустить не успеваю все читать поэтому ребята не учат уже скоро под закончится это все волшебство потому что я потихоньку вы со дворы на час выйду ну тоже видите следующий дом тоже солдатиков целых вам не видно просто блин куча солдатиков здесь вот это все будет украшено реально это будет видимо видно не видно тоже это все украсит снежинки весь дом в снежинках вот этот дом не знаю пока ничего не вижу ну что украшали не уверен ну может и будет вот этот дом точно уже уже начали там уже целый вон там уже стоят иисусы просто еще не включили сейчас мы подойдем ближе вам покажу сейчас секунду я просто выгляну на перекресток и гляну в ту сторону здесь тоже давайте будет некоторые украшены это сто процентов я помню просто в том году они были украшены вот видите что здесь происходит здесь прям вот тоже вот иисусы куча всего куча на заборах висят все это с лампочками это все будет гореть тоже на доме каждое окно будет подсвечиваться вижу вокруг него снежинки кто же крыша висит гирлянда елка в гирляндии деревья в гирлянде да весь этот дом тоже будет яркий он будет яркий это сто процентов так на дереве гирлянды но вижу на этом дереве гирлянда на этом дереве пока не вижу нет этом или на побольше будет на зона каждой елочки тоже все в гирляндах и на маленьком дереве или гирлянда все я говорю здесь прям сильно так все вниз пока не иду блин а где тут помните вам показывал там там целый санта-клаус в воздухе был в полете там декорации где игрушки ездят то есть блин весь целая стенка в лампочкой видите все в лампочках колонны все в лампочках ничего на следующей неделе ребята мы с вами еще пройдемся так ну что а вот видите у них вот реклама кто украшал повесили свою рекламу если хотите можете зайти может быть на сайт не знаю где сайта не то есть у телефона есть по цене просто узнать как что так ну что пока перейду дорогу у меня у меня в комнате висят немножко гирлянды я их не снимал с того года я не включаю мне нравится так ребята я не помню где тот был помните вот та декорация я не не помню но пока иду в сторону дома сейчас будет их меньше дели гораздо просто они не будут такие масштабные декорации я хочу найти ту декорацию где вот там прям целый вот реально там тоже дом огромный и там что будет с движениями за казахстану привет что ребята подписывайтесь я вам еще покажу это все когда еще будет сильнее украшена до украшена мы с вами еще пару раз здесь наверное пройдемся потому что каждый раз это будет что-то вау вот этот дом уже тоже украшенный там вот и вижу огромный дед мороз вот тоже уже бить и просто еще не все горит не все до украшали реально ухни даже за заднем дворе что там целые елки стоят и снеговики здесь видите еще не все украшено они не все включили еще у них вот эта штука тоже все должна освещаться полностью все эти заборчики освещаться должны под эти кусты видите вот все обвешива еще не все включили так что ребята видите еще не всем не все есть вот этот дом тоже будет гореть весь тоже все все уже дед мороз они вот мы сказали что после турки дэй обычно вот мы за место вот художество вы тоже поздували из-за ветра видимо тоже видите олени перива ничего не включена видите ничего не включена реально декорации есть но еще нету что после турки дэй не включают обычно и зажигают елку тоже зажгут после турки дэй то есть завтра этот праздник завтра вечером скорее всего зажигают остальные люди декорации уже есть израиль привет там елки уже у людей дома не в этом году говорю другу что типа не надо не надо вешать дома елку вернее ставить потому что блин потом после нее столько этих иголок а там ковролин и блин комнате и так неудобно она просто у меня стоит в комнате неудобно чуть-чуть реально неудобно тоже будет дом украшенный они даже нет и деревья видите попрятали типа в тепличке не за что за деревья такие ну короче не попрятали на зиму и чтобы не померзли наверно прям круто люди конечно здесь прям заморачиваются немножко так здесь какая-то почта хочу тот дом найти где вот там прям вот этот ну миниатюре больше нас поездами там сделано так прямо пока ничего не вижу справка че не вижу по чуть-чуть есть такие небольшие декорации пойдемте побольше посмотрим ну сразу скажу я уже потихонечку вышел с того района где прям супер вал но все равно здесь что-то будет то есть что-то будет просто видите не все зажгли еще не все украсили это какое-то заведение украсил деревья ну и пиццы пахнут понять они не здесь брал а это аренда кстати ребята вот аренда продажа продажа не знаю что у нас тут дом или что еще 2 миллиона продажа на 3 семьи дом 3 этажные 2 миллиона так на две семьи и двухэтажный миллион четыреста на две семьи дом 2 миллиона полтора миллиона так полтора миллиона по ценам так вы понимали недвижка о квартира 300 тысяч на комнатная до санаком до закрытая и одна кухня с гостиной на наша двушка короче американская однушка так семьсот пятьдесят тысяч трехкомнатная квартира две ванны и два парковых места а двухэтажный дом это 715 тысяч вот вам по ценам немножко отвлекся так тут видите тоже что то есть что такие-то домики есть немножко допустим первый дом аж пошел туда второй дом а потом уже такого так ну что сюда пока ничего не вижу не там что-то тоже есть но не небольшие все буду пока двигать немножко в сторону домом вот еще походим посмотрим на райончики что-то будет украшено что будет не украшено тоже видите вот на домах стоят еще не зажгли ведь это все будет гореть все вот так вот будет вот все будет гореть просто еще рано тоже не елочки украшают просто еще вот этому завтра о библиотека если не ошибаюсь да это библиотека общественная сейчас прямо за чем пройдемся посмотрим там так все мигает горит новый год здесь 25 декабря не новый год а рождество если я не ошибаюсь там тоже дом весь светится ребята не буду подниматься в горку уже честно напротив тоже что светилась но немножко я думаю еще не недоукрашенный но тоже каждое окно мы там еще походим с вами я потом прям змейкой похожу по этим всем районам через две недели сто процентов прям змейкой вот по каждой улице пройду по бояричу всему где эти все большие дома крутые ну вроде 25 до американцев уже с 25 все уже вода прикольно вот дом и тачка стоит прямо по домам вот так а там место для прикушин где-то по домам просто тачку поставили поперек даже подсветочка такая интересная здесь налево что у нас так проезжает один дом вижу небольшой украшенный и все вроде это у нас есть он скажу 81 стрит может еще одну две улицы прямо и направо пойдем так ладно пока не машине то можно и пройти тоже какой-то ресторанчик не на прикольно реально прикольно это предмахерская куча народу сидят так ребята малая да да в сторону дома уже буду двигаться было ты пропустила на ради крации же или нет ну ты немножко у себя там увидишь декорации я в этом уверен что тоже есть районы где это делают здесь вот многие венюшки вот так вот украшают даже сверху этими штуками знает леди спасибо спасибо за лапку так здесь налево у нас что-то есть нету игру просто они еще не включили многие и поэтому ну видно по чуть-чуть буквально по чуть-чуть на 3 спасибо большое что-то на есть просто будет будет так прямо что то есть так ну что пойдем по 8 5 сегодня давайте на неправильный стопор перебежим просто видите там целая венюшка на более меня освещается но туда не хочу идти то что мы то есть пойдем прямо мы начнем в итоге упираться в еврейский район а там декорация это мир фантастики они немножко это не празднуют поэтому не верстнуться туда идти мин как тепло сегодня ветра стало меньше так прям хорошо стало на улице немножко почитали ваше сообщение чтобы написали самореклама да ребята самореклама пока все не разбежались ребята я художник живу в нью-йорке гуляю по нью-йорку показу нью-йорку он есть делаю стримы по-разному и буду еще вести где-то буду интервью уже скоро делать уже вот планирую показываешь азутся зовут новый год буду больше показывать то есть разные декорации подписывайтесь подписывайтесь на мой инстаграмчик у меня три инстаграма на одном из них есть прямо от мои фотки там я есть есть с работами которые есть с нью-йорком есть также 2 тик ток все в шапке здесь есть это мне инстаграм значок там же есть youtube поэтому еще на youtube подписывайтесь ангелочек на youtube скорее всего буду делать возможно туда интервью частично то есть посмотрю что будет получаться поэтому подписывайтесь смотрите кайфуйте наслаждайтесь да у меня эфиры без мата без политики и без религии развлекательные культурные веселые эфирчики да и еще забыл добавить давно не добавлял да я свободный человек может не говорю что об этом вот так вот поэтому у меня и видите все во времени есть на погулять ну а я всем говорю мне 34 года видите здоровья мне хватает ходить в будние не по 15 километров после работы а выходные дней до 30 километров еще нормально так вам справа вижу один домик что-то горит опаньте одна из декорации ребята это не тот дом в том говорил помните декорация была прикольная это другой дом другая декорация смотрите здесь я понимаю прикиньте да вот это люди заморачиваются вот похоже декорация была увидите тут а доллар кинул зря не так бросили нужно было это отдельно поставить копилку так они только засрут долларами все красоту все это видео водичка течет прям живая водичка там держаться другая большим рассказывал там поезд ездит типа такая нибудь не такая сказочная это вот на улице стоит прям стоит по домам на улице понимаете у людей целом и то римляне пожар спасибо прям реально круто идет маленький фонарик светит свет рождение иисуса очень круто тоже видят фонтанчики разные ребята такую декорацию сделать я вам скажу это это огромный труд вот художник подобным занимается реально тут только это прям вообще крутая декорация это сколько нужно было просто вот времени на это все поставить все подключить сделать собрать подкрасить вы видите водичка течет там течет там в домах ребята там в домах смотрите там в домах прям красиво мебель стоит видите вот мебель в домах стоит серьезно говорю это это супер это реально это очень крутая декорация здесь такая декорация в америке если ее делать за заказку это может стоить типа 20-30 тысяч долларов серьезно говорю это не один месяц работы это очень много времени на то ушло вот я хотел найти в этом дом где-то было вот похоже декорации только ездит поезд тоже то есть много разного интересного да там в домах стоят короче еще как вам да очень круто реально очень круто просто вау посмотрите даже огонек в доме горит в печи видео колбаса висит капец как круто реально вот покажу ее масштаб тоже дом будет украин пигвинчики он декорации санта клаус тоже в ящике ком-то стоит тоже еще одна декорация то вы понимали ее размер вот примерно машина трак это большой трак это 6-метровый трак и вот декорация где-то 4 метра в длину вот эта вся декорация они еще не украсили свой дом вот блин если я тут адрес не записал я реально забыл этот адрес где такая же была коробка с декорацией блин там тоже в доме короче смотрите там в доме движуха происходит реально в доме движуха происходит в каждом доме происходит движуха я вам честно скажу что то есть в каждом доме у я там вот прям светится прикольно водичка течет я не могу честно это прям очень круто это просто шедевр реально это это шедеврально это со всех сторон можно и рассматривать капец даже штора есть видите улице это ребята это я сам скажу какая улица это 80 стрит и 14 14 авеню и 80 стрит кто в нью-йорке живет в бруклине ну сюда ребенка можете свозить если вы на машине проедете мимо остановитесь вот на гидранте ничего думаю страшного не будет здесь встанете на 10 минут просто покажите ребенку вот эти люди пришли домой это в восторге в таком просто прям в восторге супер это реально супер ну что идемте дальше это до мосе не дойду но встречаем еще много интересного где-то огромная была декорация блин там тоже колоссально огромная декорация такой же штукой вот но она была скорее всего на 11 веню просто ближе делать семидесятой она была поэтому так ладно пока машин нету сейчас пробежим ничего мы ее увидим никогда и зажгут там ее видно будет далека мы ее найдем мы посмотрим тоже там паровозик и там прям тоже такой целый мир сделаны так что ребята опять повторюсь подписывайтесь вы еще увидите все это нет я не женат я не женат и у меня детей нет ну я скажу так честно это реклама меня больше актуально если вы живете в нью-йорке я вам честно скажу ну реально потому что ну в любовь на расстоянии это очень сложно очень сложно вот то что светится там вижу и прямо что светится вижу вдалеке не за это магазин либо что-то тоже из этих лампочек сейчас посмотрим что у нас там даже дорогу перейду глянем глянем очень или березы либо точно березе листья есть еще не все от павла если за приехать дом машину не дадут и деньги на деревьях и листья не растут ребята не живите в сказке но видите не так прям глобально после тех домов но все равно все равно прикольно честно скажу прикольно неплохо неплохо и дерево просто реально вот желтая с красным ай блин не видно вам ребята честно дерево шикарное по цвету просто шикарное буду покрасили да люди есть люди заходят не мне мне честно мне нравится что вам нравится что я делаю поэтому я хочу немножко его развивать и вот сейчас микрофон закажу на этой неделе уже сто процентов куплю его ну захожу может там будет типа доставка домой приедет в начале недели встречи и хочу честно не ждать не собирать денежки а уже наверное может быть все еще почитаю немножко про оптику поставлю куплю знаете на телефон и такая оптика одевается чтобы блика меньше было чтобы эти все декорации увидели прям вот так вот но это я на не посмотрим потому что она стоит денег реально это оптика то есть одна штучка и чехол под нее чтобы на телефоне все было под 200 долларов выйдет это это хорошая фирма брать какой-то китай это глупо честно нет смысла брать китай сделал это обзорчики там китайская неинтересная эти поскромнее немножко но уверен что любитель мотоциклов потому что дед мороз на мотоцикле поэтому любитель мотоциклов но больше санта клаус тоже такой масштабный на самом деле это не надувной это прям вот не знаю с чего но он твердый скорее всего поэтому справа вижу дерево подсвечивается что там есть у людей тоже скорее всего дом а также но освещено не буду уже идти реально это два блока вот здесь что-то тоже чуть-чуть и там дальше чуть-чуть светится не ребята еще видите что не везде но есть уже уже проскакивает там 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 по чуть-чуть дублину привет с дублина я думаю вас тоже также похоже что то есть сто процентов там просто еще рановато по пару дней подождать и будет стабом ходишь китай ему не нравится это во первых китайский стабилизатор но если не ошибаюсь хозяева этой фирмы они живут в америке поэтому в америке продается легально если был бы не американский и ну типа то его здесь не продавали бы серф спасибо большое я стараюсь я стараюсь сделать интересно прикольно забавно и показывать самое такое вот интересное но я только начал я уже ну через полный месяц где-то стримы делаю а куда видите тыква растет не видно здесь висит огромная такая и делись пытал скромненько там что-то висит мигает тут ёлочка украшена на улице ну ничего еще украсят ребята все на телефоне 200 к лайков неплохо ребята я уже честно помню это был готовый рекорд для меня для среднего стрима это средний стрим у меня от трех часов до пяти часов но когда мы набрали помню средний стрим где-то было под 500 тысяч вот это так примерно рекордом помню уже это да помню в длинный стрим это бы за 8 часов мы набрали миллион лайков потом конечно был джек-пот тоже видите еще в квартиру видно что горит все это еще не украсили это все будет гореть дед мороз там что-то будет средства под под надуваться сильнее еще не подключили до конца все живущим еще не все украсили не рада нет снимать смысл это с каком было так не надо называть это неправильно чуть-чуть они такие же люди также кушают также ходят туалет так что у нас там там вижу два или три дома балкон и лестница что украшено по школа ребята школа тут раз доль школы пройду так что они на стадионе свет горит пока двигаюсь вдоль дома смысле в сторону дома не вдоль в сторону 16 веню уже я уже не так далеко так я показываю америку если у вас нет возможности здесь побывать пожить то как минимум подписывайтесь смотрите я вам покажу ее хотя бы как-то но покажу расскажу только что у вас есть так майкин майкиндик привет не есть реально это нужно говорю что нет плохих наций есть плохие люди я не спорю что есть реально и у темных есть люди ну которые ну как назвать это неблагополучные наверное так вот мягко сказано и есть и блин у белых есть и у желтых у всех есть реально это есть но есть также и хорошие люди я вам честно говорю я видео и видео темных я общался которые реально адекватные хорошие адекватные люди которые зарабатывают причем 10 денежек стараются тучи отучились то есть не ведут этот образ жизни когда все за счет государства все хотят на пособие либо еще на что-нибудь увидите в футбольное поле свет горит и никого нету сколько света уходит но это же в эфире он где-то там спереди на идет по этот бэй парковый наверно либо по этот кингс кингс там как-то кингс авенюли кингс парковый что такое не помню тоже форта видеть парень идет телефон у меня 11 айфон ребята не из последних кингс хайвэй ну вот видишь то есть я знал вовсеть еще улицы выговорить да реально людей нету на поле барбешок все все предели в двух салонах причем вот видите даже кухня разукрашена это штаты да это штаты это америка нью-йорк поедим не не хочу кушать если не так появился днем опять дуру взялся картошки бургер мне ребята уже знают блин такие порции уж едины и делают реально я бы сейчас на я будут подумал возможно зашел бы взял во все мороженку магазине вот это да не подумал возле метро то в тот магазинчик бы зашел бы лучше я не пойду тот же гадюльку нажал метро сверху просто видно вам Да, хожу на красный, да. Знаете, типа, такой вот, типа, рисковый парень. Я просто в этой стране не могу поучаствовать в погоне, понимаете, как бы там понарушать что-нибудь, поэтому, видите, приходится на красный ходить. Че там выбирать? Ольга, если вы будете че там выбирать, то меня завтра пристрелят где-нибудь в Бронексе, я вам скажу честно. Как показала практика, че там выбирать не так хорошо. Видимо, баскетбольное колесо даже тут стоит на улице, на колесиках, причем, видимо, днем его выдвигают на дорогу, и дети играют. Ну, либо посреди пешеходной дороги, зоны. Нет, не холодно. Центр Нью-Йорка, ребята, ну, центр Нью-Йорка, понятие растяжимое. Кто-то живет на Брайтоне, для него это центр. Он там на работу ходит, там живет. А съездить в Манхэттен-то прям раз в полгода прям, вау, еще попал в Америку. Я вам серьезно говорю, есть такие люди. Белых машин много? Да, много всех машин. И не только белых. Реально, всех машин много. Возможно, просто в темноте черных машин не видно. От Манхэттена, ну, час-час пятнадцать ехать, смотря куда, смотря на чем. Но это, я ему говорю, до Таймс-квера, если ехать. Вот, тоже, видите, немножко украшено, украшено. Я не знаю, на каком языке она сказала это, но это прям какой-то язык, прям язык. Я полтора года здесь. Иду домой, ребята, иду домой. С работы вышел в четыре, уже семь. Иду домой, никак дойти не могу. Увлекся. Ну, сейчас, украшение, что стало теплее на улице. Так, это у нас какая? Это у нас какая-то. Понятия не имею. Это восемнадцатая уже. Восемнадцатая, семьдесят девятая. Если пойду прямо, о, подсветка, тачка поехала. Только семь, да? Здесь темнеет полшестого, ребята. Полшестого темнеет. Ой, соврал я, полупятого сейчас темнеет. Полупятого. Здесь можно с машины делать что же хотите. Здесь можно переоборудовать, и никто вам слова не скажет. Я реально, здесь, знаете, ход роты. Вообще, самодельные тачки бывают ездят. То есть, все нормально. Никто их не... О, номера Юрик на Q7. Я даже загадываюсь, на каком языке он разговаривает. Я думаю, у меня даже услышал, у него окно было открыто. Он открылся сигаретом. Вот. Нет, я не с Днепра родом. Но я знаю, что у многих сейчас ночь. Многих ночь у меня вечер. Видите, уже деревья уже все опало. Уже, блин, ветерок я же падал. Нормально. Да, жалко, что такая разница во времени, что я так показываю, а у вас уже темнеет. Ну, блин. Я не могу по-другому. Если бы донатами вы бросали бы... Сейчас вам скажу. Сколько? Тысяча вот этих вот мазиков, это 5 долларов. Ну, хотя бы 200, чтобы я мог с работы уйти и днем вам показывать. Ну, 200 долларов, я вам скажу, рекорд был 27. Это прям рекорд был. А больше 20 долларов всего 4 раза было. За сколько тут? За 3,5 месяца. Так что, ребята, я вам скажу, это нереально. Но американцы и больше ходят им. Здесь просто им принято чаевые. И здесь когда ты что сделал, значит, ты работаешь. Не важно, что ты делаешь. Значит, ты делаешь какой-то труд. И это здесь оценивают. Поэтому вот эти вот МПС, ребята, что стоят, двигаются, там прям вообще капец. Там я как последил минут 15 за одним месяцом в Нью-Йорке. Я не знаю, сколько он там. Он реально этим зарабатывает просто на жизнь. Он реально этим зарабатывает. Заборчики маленькие. А в тех домах, где освещение было, тут большое. Дома, которые стоят нормально миллионов, там вообще заборчиков не было. Они если были, то на задний двор, то чтобы реально там ребенок, либо собака, может, не убежала, либо какие-нибудь там кролики не забегали на территорию. Чисто декоративные заборчики, которые можно просто перепрыгнуть. Нет, здесь это страна не заборов. Здесь бывают заборы есть. Это когда, допустим, я ездил в Ниджерси, где, ну, такие, знаете, дома большие, ну, хорошие. Как фильмы показывают, огромные дома. Там, если забор, то он сделан, допустим, из деревья. То есть просто тут рядом плотничком деревья. Их подстригают, они красивые, и все. Вот это такой забор. Кем я работаю? Я собираю мозаику. Вот такая у меня работа. Вон, балкончик светится. Живая изгородь. Да, живая изгородь в основном. Ну, либо вот такой заборчик. Видите, ну, вот он, по пояс заборчик. То есть это больше такое, знаете, как бы просто показать, что это его собственность. Ну, земля какая-то и все. И причем они все, вот видите, они все прозрачные в основном. Даже если вот типа из мрамора там вот. Ну, просто прозрачные больше. Ухота нет заборчиков. Времени, ребята, 7 часов вечера. Вот елку видно. Да, я зашел к китайцам уже, видите. Тут уже поменьше всего этого. Ну, хоть фонари светят нормально. Так что я так разбежался, так жарко стало. Тоже видите, сколько зелени у людей. А, вам не видно, блин, все в зелени. Красивые такие деревья, кустарнички у них. Тоже такие дворики, чтобы можно было одну машину ставить. Но они почему-то здесь не ставят машину. Не знаю почему. Атмосфера, ну да, это, видите, вот тут все в цветах. Не знаю, видно вам, не видно. Все реально в цветах, все цветет здесь. Красиво очень. Люди любят цветы, реально очень любят слов. Это, ну, это Нью-Йорк. Здесь реально разные-разные люди живут. И кто как, ну, живет, кому их нравится. Кто-то ухаживает, кто-то не ухаживает. О, вот забор справа, видите, повыше забор есть. Но он такой постмассовый, знаете, что как бы, ну, если сильно разогнаться, в него врезаться, а можно его проломить. Это как фильм показывает, когда там, типа, ногой проломливают забор. Ну, то есть из того вот рода заборов. Да, он, возможно, будет более крепкий, но он пластиковый. Но это прям большой забор. Это вот что-то они прям сильно сделали. Так, не, не буду. Езжайте, ребята. Он стоит, что-то это вот. О, ребята, кстати, малая-то здесь, не здесь. Он на БМВ номера, малая. Только андресскими буквами написано. Все были зеленые. Раз, все желтые. Они прям одновременно все включаются. Так, Дамир, привет. Там чистого видео. Димарс, я не знаю, я о политике не разговариваю здесь. Я не знаю, за кого Америка. Но Америка большая, на самом деле. У нас просто понятие Америка – это США. А, вообще, Америка – это Южная, Центральная, Северная Америка. И в Нью-Йорке полтора года, и язык не знаю. Вот так вот. Да, я сейчас еще удивлю. Я работаю в американской компании. Мне реально, кому не скажу, мне кажется, удивляются. Ну, это реально. Америка. Америка. ановка. Северную Америка. сложнее. И-. ất ключ, по дверью в девять утра его привезли домой пришел где-то пять или в шесть лежал никто не утащил но он был в коробке найти в картоне чтобы не видно было чтобы не лежит американского много автопрома ребят американского вот хаммер стоит он дженезис корея toyota lexus chevrolet там chevrolet на стороне стоит так mercedes mercedes lexus toyota dodge nissan toyota volkswagen toyota сейчас ford бмв джип киа сам-то по машинам volvo toyota infiniti то что у нас это kia toyota 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 здесь район просто китайский больше ну смысле рядский вот ford tesla по машинам кто там спрашивал toyota acura toyota это дочь наверное это вот минивэн chevrolet chevrolet но они похожи до шевролета toyota honda mazda nissan здесь больше японцев вообще честно азиаты большими кажется mercedes покупают вот джоу я допустим вот такое есть он ковров на выкидывали видите сколько ковров лежит это прям со всей квартиры на выносил целый куча ковров парочку евреев стоит так кто то есть и привет был я в кутаисе когда-то в 2014 я пролетал в кутаисе с киевом без аэром аэропорт в поле капец всего два рейса принимал мы прилетели говорят вы сейчас либо сейчас выезжайте отсюда либо вы уже не уедете здесь ничего не будешь проходить вот и кого полица этого придется диприкольные mercedes их тоже много очень электричек алматы привет район этот не знаю этого лица я уже забыл к эта улица это 77 вроде было я не ошибаюсь и сейчас наверно будет девятнадцатая веню но не тосты другом называется 20 даже наверно может быть и венюшка и девятнадцатая они тоже бы парковый это уже бы парковый 79 стрит света умничка ребята света модератор света умничка света прям супер-супер-супер женщина и вот по фильме чудо-женщина даже не дотягивает до света я вам честно скажу потому что света выдерживает все прогулки ну там целые мелодии Пожарные, пожарные. А нет, это скорая. Да, ребята, я уже прошел нормально. Я уже все, я уже недалеко от дома. Дело судебное. Я тоже живу рядом здесь. Я уже недалеко от дома. Я, ну да, я уже вот, прямо парк находится вот. Лиля, да, не воскребы далековато. Пешком долго идти. На метро час ехать. А нет, если ехать в Дамтаун Бруклина, то минут 30 на метро. Вот сейчас будет скоро Энко метро. 30 минут и там уже. ПДД. Да, здесь нету помещи справа. Здесь на перекрестке. Кто первый подъехал, тот и проезжает. И когда мне это сделали, вы не поверите, аварий стало меньше. Я реально прикололся с этого. Я когда за рулем ездил, я когда подъезжал в перекрестку, я вот стою. А мне уже машина подъехала, немножко позже меня, там, доли секунды. Уже показывает. Езжай, давай, типа, ну езжай, что ты стоишь, биби-ка, это жаль. Я такой топлю, думаю, блин, это не проучно, капец было. Я просто не мог понять, до каких там доли секунд, кто первее подъехал, знаете, как бы вот. То есть, считать до 100 плиний, считать, либо считать, короче, до самого землю, либо перекрестка, то есть. Как-то вот непонятно было. Вот тут справа школа, видите, светится, там, современная платная школа. Говорят, крутая вообще школа. Рост у меня, Настюша, у меня рост метр восемьдесят два. Григорий, я хочу картинку немножко улучшить. Не знаю, когда я это сделаю, но я хочу это сделать в ближайшее время. Вон, видите, кто-то мешками обкладывался, потому что ночью так ливо, ливо, нормально. Ну, с ветром, может, думали, что затопят. Как два месяца назад тут прям плавало все. Реально поплыли. Так, ребята, знаете, что я сделаю? Я сейчас дойду до магазина, который возле метро, где обычно мороженое по акции есть. Я в него дойду, я зайду, возьму телефон в руки без стабилизатора, чтобы меньше людей смущать, покажу вам немножечко магазин, буквально быстренько. Выйду с магазина и закончу стрим. И пойду домой, потому что мороженое растает. Ну, я держу телефон вот перед лицом, ну, немножко ниже, чем лицо. Вот, поэтому как-то так вот. Вы можете в Инстаграме? В Инстаграме есть видео со мной, и фото есть со мной, там все видно. Какой рост. Здесь еще деревья более-менее не все опали. Здесь в шапочке есть Инстаграмчик, есть... Там у меня-то Инстаграм, из него можете найти другой Инстаграм. Есть Ютубчик, в который переходите, подписывайтесь, лайкайте, смотрите, кайфуйте. Стараюсь для вас. Погода теплая сегодня, прям на удивление, сегодня теплая. Ну, в пятницу было теплее. Вообще, футбол, как многие гуляли. Но сегодня реально тепленько. Не знаю, сколько сейчас. Плюс 13, наверное. Просто ветер не холодный, понимаете? Вчера ветер был холоднючий. Вот, с дождиком. А пара дня назад вообще был минус. А, ну вот, вот вчера. Вот утром я шел и лед был, а ужив. Вот, знаете, ребята, видите, там сейчас может клоун вылезти оттуда. Из этой дырочки там щель есть такая. Оно, оно такое. Типа, hello. Сам я с Крыма. Бандиты? В фильмах. И в других странах. И на других районах. Этот район хороший, ребята. Это хороший район. Вообще, пол Нью-Йорка нормальный, адекватный района. То есть, бандиты есть, но не так, что прямо, они везде, короче. Что пройти нельзя. Не надо клоунов. Да, на Хэллоуин, конечно, клоуны больше были. Такие пугали. Район, это Бюнхорест. О, кстати, у меня телефон. 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 Вставать. Это неудобно. Сейчас я зайду в магазин. Можно зайти в какие-то такие вот, типа, в обычные магазинчики. Но это не то. Сейчас зайду в побольше магазин, где мороженое по акции можно урвать. Мне нравится всего две фирмы мороженого. Прям вот я от них кайфую. Они более такие, знаете, коктейльные мороженое. Но есть и другие фирмы. Блин, ребята, кто шарит на машинах. Смотрите, как вам. Она просто только покрашенная. Она в идеале. Просто в идеале. Добрый вечер. Помните, когда-то встретил девушку. Узнала, узнала. Видите, как она меня узнала из-за стабилизатора, скорее всего. Вот эта, кстати, в Мазерате с откидным верхом смотрится вообще баба Удена. Реально, смотрится круто. Здесь магазинчик, видите, с дисками. То есть, типа, что на монтаж и диски продаются. Тачка смотрится прям вау. Видите, меня уже знают на районе. Но я встретил вообще в другой стороне района. То есть, сейчас будет N-ка ветка метро. А я встретил вас на другой ветке, на F-ке. Это сюда пешком еще минут 15 идти. Просто, видите, популярен все уже. Да, Америка, ребята, Америка. Можно попасть в Нью-Йорк. Вот, ребята, вот честно, я вот без обид серьезных. Кто спрашивает, как сюда можно попасть, мне к вам такой ответ. Вы хоть раз эту информацию читали в гугле? У вас в руке, вот вы сейчас смотрите меня, и у вас в руке все знания мира. Вот реально, все знания мира. Может, не все, конечно, но огромнейшие знания мира. То есть, это же не проблема посмотреть. Почитать, узнать точнее, что именно вам подходит. Я попал сюда, я себе сделал визу и приехал на самолете. Нью-Йорк. Ребята, это Нью-Йорк. 34 года мне. Майл Байсон. Что-то знакомое такое. Алена, может, знать этот район. Алена, в Албани. Как там у вас в Албани? Жилье снимаю, не знаю, где-то тысяча две выходит. Так, сейчас мы здесь перейдем с вами. И уже магазин рядом, который мне нравится так. Вот магазин возле метро находится. Почему мне нравится? Там у них часто акции, когда берете два товара, то цена режется хорошенько.